План застройки Краснодара до сих пор вызывает много споров. Каким должен быть центр краевой столицы и насколько высокими должны быть здания? Эти вопросы уж точно не волновали архитекторов 18 века. У первых схематичных карт Екатеринодара эксперты и историки ведут бурные обсуждения. Внешний облик города за два столетия, конечно, менялся, но основные принципы всегда старались сохранить. Целостный облик архитектурный сложился в предреволюционное время, то есть 15-16-17 годы уже он сформировался. А потом в советское время он изменялся, но незначительно, потому что планировочная основа у нас до сих пор конца 18 века. Конечно, война нанесла серьезный урон, но на тот момент архитекторы выдерживали в принципе масштаб исторический, который сложился в начале 20-го столетия. По стечению обстоятельств заседания Градсовета собирают в знаковый для архитектуры Краснодара день. 222 года назад, 30 января, утвердили самый первый план застройки кубанской столицы. И сегодняшний разговор именно об историческом центре города. Какие здания там должны быть, конфликт интересов строительного бизнеса и горожан. Построить элитную высотку в самом сердце Краснодара, конечно, выгодно, замечает Вениамин Кондратьев. Но куда ценнее будет сохранить исторический облик. Мы должны прийти к пониманию, где у нас границы исторического центра. И никаких точечных застроек, коллеги, здесь близко быть не может. То, как комплексное должно быть освоение. Если один выкупил 15-20 соток, второй, третий, вот тогда пусть объединяются, договариваются и застраивают комплексно. Моя позиция – однозначно точечная застройка в прошлом. Исторический центр уж точно давайте затвердим, утвердим и поставим точку во всей вахханалии, строительной, которая была в историческом центре города Краснодара. Все, поставим точку и забудем. И в этом случае это не только красивые фасады старых улиц. Стоит свернуть вглубь кварталов и там настоящий Шанхай. Так эти места окрестили сами краснодарцы. Весь старый центр, да, он у нас находится с ветхим аварийным жильем. То есть, если мы поднимемся на верхнюю точку любую и обратим сверху внимание на город, то мы увидим, что все строения достаточно в таком плачевном находится состоянии. Конечно, при комплексном подходе, при комплексном освоении центральной части города, безусловно, там необходимо будет работать нам и с инвесторами. Один из важных вопросов – насколько высокими могут быть новостройки в этой части города. Ее предлагается разделить на несколько зон. Желтая с минимальным количеством памятников ограничена Кубанской набережной, вокзалом Краснодар-1 и первой линией поймы реки Кубань. Новое строительство там возможно высотой до 55 метров. Оранжевым обозначен участок, где здания могут вырасти только до 35 метров. Район улицы Рашпилевской и Красноармейской. Эта зона как бы обрамляет историческое ядро города. И в основе проекта – красная зона. Там максимальное количество объектов культурного наследия. По улице Красной, начиная от улицы Офицерской, кинотеатра «Аврора», до улицы Короткой, начало так называемой нашей улицы Красной, один квартал вправо, один квартал влево. Мы строго принимаем ограничения 20 метров. Это лишь примерный план того, как может выглядеть центр города. Его границы еще будут обсуждаться. Детально прорабатываться должен не просто весь квартал целиком, но и в отдельности каждое здание, в том числе и из каких материалов оно будет построено. Ведь именно от сегодняшних решений зависит, каким Краснодар достанется следующим поколениям, напоминает Вениамин Кондратьев. Все должны жить по правилам, которые мы говорим. Одинаковые для всех. Ни для кого не должно быть исключений. Ни для кого. Я имею в виду, что из представителей строительного бизнеса. Мы очень хотим, чтобы они тоже прислушивались к горожанам. Там, где люди живут, зарабатывать не нужно. Окончательное решение будут принимать с учетом мнения горожан. Впрочем, и оно уже тоже очевидно. Я не знаю, каким он должен быть, а мое мнение такое небоскропа ни к чему. Мне надо делать архитектуру современную, в стилизации старой, чтобы это было корректно и уместно в данном месте. Центр Краснодара должен быть историческим, красивым, чтобы люди гуляли и наслаждались видом. Когда выше, ниже, эклектика, она никогда не украшает архитектуру города. Мария Крошна, Денис Перец, Денис Мскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Субтитры создавал DimaTorzok